Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о необычном способе защиты садовых и огородных растений от насекомых-вредителей. Существует две большие группы способов, как бороться с насекомыми-вредителями. Первая группа – это использование отравляющих веществ, инсектицидов. Они могут быть химически синтезированными или натурального происхождения. Вторая группа, гораздо более щадящая – это использование репеллентов. Слово «репелленты» довольно хорошо знакомо всем. Мы используем, например, репелленты, в том числе для отпугивания комаров. Многие эфирные масла растений, различные растительные субстраты также обладают репеллентными свойствами. Даже ванилин, о чем мы говорили в одном из наших выпусков. Но есть и третья группа способов борьбы с вредными насекомыми, которая сейчас в связи с очень активным развитием органического земледелия в мире изучается, и по ней есть уже очень хорошие и интересные результаты. Эта группа способов предполагает не отпугивание насекомых и не их убийство какими-то химическими или органическими натурального происхождения веществами, а наоборот привлечения насекомых. Но привлечение не насекомых, вредителей, а их естественных врагов. Такие вещества называются аттрактанты и обладают противоположным действием репеллентом. Одним из таких сильных естественных врагов, хотя на самом деле вы с ними сталкиваетесь в своей поседневной огородно-садовой жизни. Это, например, те же жужелицы, они являются очень хорошими хищниками, поедают тех же проволочников и других насекомых-вредителей. Но вот на сегодняшний день самым таким на пике является привлечение в свой сад и огород таких насекомых, как толкунчики или эмпидиды. Эти толкунчики, эти насекомые относятся к семейству двукрылых. Туда же относятся и мухи, обыкновенные домовые, домашние мухи там, ну и многие-многие-многие другие насекомые. Это очень маленькие мушки, которые часто окрашены в покровительственные цвета. Серый, бежевый, коричневый, ну так, таким образом они окрашены, что вот в повседневном наблюдении за огородом и садом вы можете даже их и не увидеть. Толкунчики, как вы уже понимаете, питаются другими насекомыми, чьи внутренности они высасывают. Довольно такая страшная картина, достойная фильмов ужасов. Однако же это природа, нормальное природно-естественное явление. При этом толкунчики, толкунчики очень часто нападают на насекомых, которые по размеру значительно больше самих толкунчиков. Толкунчики могут нападать в том числе на колорадского жука, на тлю, на различного вида клопов и так далее, на многих-многих-многих насекомых-вредителей. Хоботок у этих толкунчиков зачастую очень длинный и длиннее, чем тело самого толкунчика. То есть это получается такая маленькая мушка вот с таким огромным хоботком. И как и у комаров, у толкунчиков, этот хоботок служит для того, чтобы проткнуть жертву и высосать из нее все содержимое. Разумеется, что если нас комар укусил, мы его убили, там почесалось сколько-то времени, если 10 минут не чесать, то уже чесаться не будет. Хороший способ от комариного зуда. То вот протыкание покровов насекомого толкунчиками приводит к его неизбежной смерти. Почему они называются толкунчиками? Толкунчиками они называются потому, что во время спаривания самки или самцы сбиваются в такие небольшие группы. И тогда их можно заметить, что мелкие-мелкие мушки сбились в такие вот группы. Возможно, как раз вы такие группы и видели. Вообще, толкунчики обитают очень широко, повсеместно по земному шару, и в умеренных, и в жарких территориях, и даже довольно далеко на севере. Но мы просто о них, может быть, не знаем, но просто потому, что их не видим. А вот только в таких вот редких группах, и иногда принимаем их за комаров каких-нибудь, толкунцов, которые тоже формируют такие группы и тоже вот так толкутся. Ну, у толкунчиков эти группы помельче, да и сами они как маленькие мушки. При ухаживании это очень интересно. Самец преподносит самке какие-нибудь подарки. Например, лепесток цветка или комочек шерсти, или свою добычу. Какое-то маленькое другое насекомое, которое в состоянии взять и принести самке. Вот так вот у них, у этих толкунчиков принято. После того, как они спариваются, они во влажных местах откладывают яйца, поэтому очень важно в саду у себя иметь какое-то тенистое влажное место, где почва будет влажная, может быть, даже чуть-чуть с застоем влаги. Если у вас нету такого места, я усиленно рекомендую вам организовать, пусть даже небольшой по площади, но все-таки такой влажный биотоп. Можно вырыть неглубокую яму, застелить полиэтиленом, вывести края под дерн, ну, просто чтобы там избыточно собиралась вода, где-то шланг бросать туда, проливать для того, чтобы там был кусок влажной почвы, потому что толкунчики размножаются именно там, ну или в водоемах. Личинки толкунчиков также являются хорошими хищниками и поедают различных насекомых, поэтому если вы предприняете меры для привлечения толкунчиков, ну, как минимум, организации вот таких вот влажных мест, если у вас их нету, то толкунчики обязательно появятся у вас на участке. Ну и, конечно же, изюминка про этих толкунчиков. Меня часто просят заранее говорить о каких-то методах, которые требуют приобретения каких-то дополнительных препаратов или чего-то ещё, какой-то продукции. И вот поэтому я заранее хочу вам рассказать о том, как этих толкунчиков можно привлечь на свой участок. Оказалось, что такое вещество, как метилсалицилат, является превосходным аттрактантом, причём не только для толкунчиков, но и для другого широкого круга насекомых, которые питаются другими насекомыми. Ну, например, для той же златоглазки или божьей коровки. Где же мы можем найти метилсалицилат? Метилсалицилат является резко, сильно, ну и по мне так приятно пахнущим лекарственным средством, которое зачастую встречается в мазях и кремах для растирания различных ушибов, может быть, суставных болей, мышечных болей и так далее. Самое большое количество метилсалицилата вот в наших белорусских аптеках, среди лекарственных средств, которые я мог найти, содержится вот в такой вот мази. Она называется Бонбенге. И она очень простая по составу и содержит всего лишь ментол, метилсалицилат и парафин и вазелин как основу для мази. Как же его использовать, как привлечь нам толкунщиков? Это можно сделать двумя способами. Первый способ предполагает, что нам нужно взять кусочек картона, намазать вот этой мазью тонким слоем кусочек картона размером примерно 10 на 15 сантиметров с двух сторон и подвесить такой кусочек картона в теплице, например, или в районе цветников, или в саду. Количество таких картонок на большое дерево яблони нужно примерно 5 штук. Ну или вы можете на каждые 3-4 квадратных метра развесить по одной такой вот табличке. Ну или если у вас здесь грядочка, там 5-6 квадратных метров, можете воткнуть с одной стороны палку с такой табличкой и с другой стороны палку с такой табличкой. И испаряться этот метилсалицилат будет очень долгое время. Фактически вам этих табличек хватит на весь абсолютно сезон. Они, поскольку будут вымазаны в вазелин, парафин, они будут обладать устойчивостью к осадкам, будут болтаться на веревочке какой-то, как-то вы их прицепите туда, и долгое время будут служить вот таким аттрактантом для вот этих мухталкунчиков. Второй способ – это взять 25 грамм вот этой мази бонбенге, и здесь содержится примерно 0,2 грамма на 1 грамм мази вот этого метилсалицилата, то есть 25 грамм мази, которая содержит 0,2 грамма в 1 грамме мази, вполне достаточно. Сделать густую болтушку из хозяйственного или зеленого мыла из расчета 100-150 грамм мыла примерно на литр воды, сделать ее горячую, и в горячую болтушку взять и полностью выдавить, вскрыть этот флакон и полностью выдавить эту мазь. После чего, как следует, как следует, как следует вымешать, для того, чтобы мазь полностью растворилась, смешалась с хозяйственным мылом, и после этого тонкой струйкой вот эту всю смесь влить в 8 литров воды, ну, до 10 литров, то есть 8 плюс 1,9, ну, еще до 10 литров воды – это нормальное количество. И вот этим раствором его можно совместить с некорневыми подкормками, его можно совместить с биологическими средствами защиты растений, с триходермой и с сенной палочкой, с другими средствами защиты. Вымешать и, как следует, обработать ваши растения. Это абсолютно безопасное средство. В то же время оно является экологически эффективным, хозяйственно эффективным и привлекает вот этих толкунчиков. Но, разумеется, что необходимо делать эти обработки до того, как у вас массово появились насекомые вредители. На самом деле, насекомые вредители появляются раньше, чем вы успеваете их заметить, потому что сперва они появляются в единичных вариантах, потом уже начинают размножаться, и тогда вы уже раз-раз увидели, что они есть. То есть надо делать немножечко раньше такие обработки, скажем, за 10-12 дней, до того, как в вашей местности традиционно начинается появление, такое визуально видимое появление насекомых-вредителей. Можно сделать несколько таких обработок для того, чтобы активно привлекать на свой участок этих толкунчиков. Они у вас есть, и так есть. Но ведь проблема монокультур. То есть если мы имеем картофельное поле, то мы имеем… Это уже не нормальная неприродная ситуация. Соответственно, мы имеем там большое количество колорадского жука. Соответственно, мы должны туда искусственно привлечь большое количество вот такого рода насекомых для того, чтобы такая борьба была эффективна. Или, по крайней мере, мы задержали до какого-то периода времени массовое развитие насекомых-вредителей. Возможно, растения даже успеют уйти, перейти в какую-то критическую фазу и уйдут в эту фазу, не будучи массово поврежденными насекомыми-вредителями. Что ж, я очень надеюсь, что вам понравился этот способ, что вы его обязательно испытаете на своем участке. И всего-то навсего для этого надо приобрести вот эту вот мазь Бомбенги. Стоит она… Ну, вот эта упаковка в аптеке Минска стоит доллар. Не так уж и дорого по сравнению со стоимостью химически синтезированных средств защиты. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам здорового и крепкого урожая. Всего хорошего!